Всем добрый вечер! Сегодня мы будем говорить с экспертом, политическим обозревателем Рубеном Мехарабяном. Я скажу, что сейчас время очень сложное и, соответственно, все наши беседы так или иначе вокруг той ситуации, которая сложилась в Украине. Напомню, что Российская Федерация, как она сама называет, проводит там специальную военную операцию. И, соответственно, эксперты в России, в Армении, за рубежом так или иначе обсуждают все, что происходит в Украине. У нас есть очень важная тема армяно-турецких взаимоотношений, о которой тоже мы будем говорить с господином Мехарабяном. Ну и прежде чем я его представлю и мы с ним поздороваемся, хочу поприветствовать всех, кто сейчас заходит к нам в эфир. Делитесь нашим прямым эфиром из Еревана, а камера сейчас будет перенаправлена на господина Мехарабяна Рубен Добрович. Приветствую, Рубен. Я, конечно, скажу, что уже 21 день пошел вот этих сложных событий в Украине. Мы обязательно о них сегодня с вами поговорим. Но начнем с наших пирогов. Спасибо, Роман, за приглашение в твой эфир. Мы друзья и мы можем и на ты. Я приветствую твою аудиторию, которая подключилась к твоему эфиру. Действительно, с 24 января то, что произошло, это не спецоперация, это преступная война, которую развязал преступный режим Путина против соседней Украины. Эта война не имеет абсолютно никакого объяснения разумного, не имеет никакого оправдания. И, что самое главное, не имеет никаких шансов на успешное завершение с точки зрения России, с точки зрения стороны, развязавшей эту преступную войну. Все события, которые происходят в мире, так или иначе, они увязаны именно с этим центральным вопросом повестки международных отношений, в том числе и процесс, переговорный процесс между Республикой Армения и Турецкой Республикой. Это все происходит в контексте именно этого центрального события. Мы видим на фоне эрозии и деградации российского государства, российских позиций, в том числе и в нашем регионе, переговорный процесс прямой, двусторонний, без посредников, имеет стратегически важное значение, и это не преувеличение, и для Армении, и для Турции. Конечно, у сторон свои отдельные резоны. Обе стороны понимают, что речь идет не о дружбе, не о братстве, не о том, чтобы с чистого листа все начинать. Нет, это не так, потому что все-таки есть и история отношений, есть и история этого переговорного процесса, не самая удачная, да, вот 2008, 2009, 2010 год. Речь идет о регламентации наших отношений, о направлении этих отношений в предсказуемое русло, и речь идет об упорядочении, об общих правилах ведения дел в двусторонних, межгосударственных отношениях. Я в качестве примера приведу отношения между Турцией и Грецией. Они что, дружественные и братские? Ну, нисколько. Между обществами в Турции и в Греции, скажем так, большие симпатии друг к другу? Ну, тоже нет. Но это не мешает, чтобы в Анкаре был посол Греции, в Афинах посол Турции работала граница на основе международных правил, да, она была бы проходима на основе международных правил, и было понятно, как вести дела друг к другу. Речь идет именно об этом. Возможно ли это? Сейчас более чем возможно. Несмотря на все скептические заявления, несмотря на скепсис в ожиданиях, несмотря на то, что в обществах и в Армении, и в Турции есть значительный сегмент, который, ну, скажем так, без особого доверия относится к этому процессу, что тоже объяснимо, но тем не менее, и в Армении, и в Турции есть шанс перевести отношения в управляемое русло, и, ну, скажем так, понимающие люди и в Армении, и в Турции понимают также всю выгоду от нормализации межгосударственных отношений. И, собственно говоря, к этому дело и идет. Другой вопрос, насколько быстро это все пойдет. Понятное дело, что ускорять в ущерб конечному результату тоже неправильно, это все-таки процесс. Здесь предполагается, хотим мы того или нет, определенная, ну, поэтапность и разговора, и действий. В то же время мы видим, мы видим также и значительное благотворное воздействие и интересантов, да, того, чтобы был достигнут успешный результат. В частности, это и Соединенные Штаты, это и Европейский Союз, в целом отдельные европейские страны, это и регион наш, даже Азербайджан. Даже Россия, которая, тем не менее, всегда вот пестовала вот именно эту безбашенную, анти-турецкую пропаганду, такую, ну, иррациональную, да, я имею в виду, в Армении. Даже вот она тоже заинтересована. То есть мы даже не видим интересантов тех, интересантов того, чтобы был бы прав. То есть на данный момент все, скажем так, ветры в нашем регионе для нас попутны. Остается расправить паруса и направить их в нужную сторону. Ну и, конечно, работа, да, работа, терпение. Понятное дело, что и Армения для Турции, и Турция для Армении это нелегкие партнеры. Наши отношения отягощены прошлым, но и есть обоюдное понимание, что это не должно перекрывать путь в будущее. Вот. А остальное это работа. Вот, собственно... Отлично. Напомню, что Рубен Меграбян отвечает на мои вопросы. Я понимаю, что сейчас все очень накалено, мнения разделились, но Рубен Меграбян является гражданином Армении, он живет в Армении. Здесь демократия, свобода слова, и все, что он сказал, это его мнение, как гражданина Армении, политического эксперта, проезжающего... И не обязательно его разделять. Да, ну, скажем так, мы помним, что у нас в России это называется специальная военная операция, и мы, как граждане России, должны повторять это, иначе всех, кто это будет ставить под сомнение, будет ждать 15 лет тюремного срока. В Армении свобода слова, поэтому вы, как гражданин Армении, можете говорить то, что посчитаете нужно. Есть цель. Давайте продолжим нашу беседу. Я еще раз повторю, что мы вернемся к событиям в Украине, именно в Украине, а не на Украине, как некоторые требуют говорить. Но что касается турецкой тематики, посмотрите, большое количество армян России, включая Ара Абрамяна, который приехал, дает пресс-конференцию, тоже непонятно. Я просто напомню, что Ара Абрамян, президент Союза Армян России, российской организации, почему-то 20 дней его не волнует все, что происходит в Украине. Там у нас живет, раз он президент Союза Армян России, то он, наверное, должен понимать, что армяне бывают не только в России, но еще и в Украине, и в Армении, и в других странах мира. Но для Ара Абрамяна существуют только армяне в России. Хорошо, 20 дней он молчит... Большой вопрос, существует ли или существует просто его личный интерес. Да. Вот 20 дней он вообще ничего не говорит о событиях, которые касаются России, потому что я повторю, что он президент российской организации. Почему-то он опять пришел диктовать что-то властям Армении. Вообще многие перенервничались за встречу Арарата Мирзаяна. Вот мой вопрос будет в следующем. Вы согласны с мнением, что многим армянам, включая глав армянских организаций России, выгодно, чтобы Армения грызлась с Турцией, чтобы была война в Арцахе, чтобы зарабатывать на этом свои очки и, как бы скажем так, обеспечивать интересы третьих стран, которым нужна грозня? Тут речь идет уже о маразме просто, да? Когда ваш Путин встречается с Эрдоганом, вас почему-то так не передергивает. Это ваш Путин. А в Армении живу я, живут мои дети. Арарат Мирзаян, министр иностранных дел Армении, точнее, республики Армении. И он стал министром, потому что в Армении состоялись выборы, в отличие от вас. И по результатам этих выборов пришла политическая команда, которая решила, что министром иностранных дел должен быть Арарат Мирзаян. Это у вас, Министерство иностранных дел, непонятно, чем занято. Занято дублированием номером московского цирка или является чемпионом по трансатлантическим перевозкам кокаина посредством Диппочты. Это не вам решать, что нам делать, что нам нет. Это раз. И во-вторых, нас абсолютно не волнует, как вы к этому относитесь, по большому счету. Пусть вас волнует, что делает ваш Путин вместе с Эрдуганом. И тем более то, что делает иногда и жертвуя нашими интересами. Или целуется с Алиевым. Вот идите, волнуйтесь, сколько влезет. Причем можете делать это прилюдно, если не страшно. Да, потому что, вот как ты говоришь, за то, что называть войну войной, будете сидеть 15 лет. Ну вот, поздравляю. Приехали. Здесь решаем мы и абсолютно нас не волнует, как вы к этому относитесь. Как говорится, как говорил ваш Путин, терпи, моя красавица. Нравится, не нравится. Ну, раз вы уже сказали про Эрдоган, скажу, что сегодня было вот такое свежее заявление господина Эрдогана. Я, честно говоря, был в шоке. Ну, еще со времен султана Сулеймана такие лицемерные заявления слышно было из уст глав и вообще султана в Османской империи. Он сказал, что Турция никогда не пойдет против России, но она во всем будет поддерживать Украину. Вы как-то можете расшифровать это предложение? По-моему, это форма турецкой дипломатии на данный момент. Вот, собственно, это и происходит. Но она выигрышна. Хорошо, ладно. Мы с ней не согласны, но она выигрышна. Кстати, вот вандали все собрались, все пожимали друг другу руки. Может быть, она выигрышна? Может быть, это мы неправильно поступаем, когда все в лоб говорим? Не-не-не. География – это судьба. Та география, которая есть у Турции, предполагает именно такую дипломатию. Ту дипломатию, которая сейчас проводит Турция. И здесь ничего нового нет. И ничего удивительного нет. Да, это так. Турция – член НАТО. Она будет делать все, что касается солидарности со своими союзниками по НАТО. И, естественно, будет помогать Украине, потому что так решено в НАТО. Да? Это раз. Во-вторых, Турция имеет ключевых союзников, отношения с которыми просто имеют экзистенциальную важность для Турции. в то же время у Турции абсолютно нет никакого резона идти на конфликт с Россией. Как и у России нет абсолютно никакого резона конфликтовать с Турцией. Более того, товарищ Лавров будет лежа на животе признаваться в любви к Турции. Даже если Турция направит Байрактар ему в голову. То есть это тоже неудивительно. Ну, собственно, здесь круг замыкается, потому что все в рамках логики. А что говорить, что не говорить, ну, вы знаете, как если речь идет о министрах иностранных дел, то они должны говорить правду, ничего, кроме правды и только правду, но не всю правду. А мы свободные люди, мы можем рассуждать. Я лицо частное, по большому счету, да, хоть иногда меня приглашают выступать в прессе или там вот разные телеканалы, разные уважаемые люди, например, Роман Багдаса. Ну, а вы преувеличиваете. Но, кстати говоря, у меня легче всего, потому что вот вы можете себе позволить в фейсбуковском эфире сесть, как хотите, в кресле. Это не телевизионный эфир. И люди, которые нас смотрят, должны понимать, что фейсбуковский эфир тем и отличается от телевизионного, что можно расслабиться, здесь нету софитов. Нет, я говорю абсолютно искренне, да. Так что я хочу, чтобы люди понимали, что фейсбуковский эфир, он расслабленный. И, кстати говоря, Тем более сейчас время нерабучее. Но во время таких бесед у собеседника можно больше искренних мыслей вырвать, я уверен, чем под телевизионными софитами. Я вот уверен, что аура разная. Рубен, я по поводу хотел все-таки еще один вопрос по поводу Турции. Вот 34 года Кочарян, Серж, третьи силы, да, убеждали нас, что Турция наш враг, что только Россия нас может мирить с кем-то, Россия может решать наши вопросы. Есть какая-то категория людей, да, особенно армяне Арцаха и России, которые говорят, да что, как много Арарат Мерзаем встретиться с турецким министром, мы с Турцией должны быть врагами. Я сейчас доскажу, если Турция наш враг, а остальные все наши друзья, как же так получилось, что 32, но я не знаю, те, кто убеждает, что наши друзья, у нас были перестрелки, убийства от снайперов, все без этой Турции у нас было ужасно, страшно продано и разграблено. А при чем тут Турция? Действительно ли она больший враг, чем те, кто притворяются нашими друзьями? Я просто скажу следующее, нельзя недооценивать умственные способности армянского народа, да, такими идиоты делают такие идиотские заявления. Значит, идет одно. Здесь выбор не между тем, встречаться ли Арарату Мирзаяну с турецким визави или не встречаться. Здесь выбор другой. Встречаться ли Арарату Мирзаяну с турецким визави или только товарищ Лавро должен встречаться с турецким визави вместо нас, да, а если будет вместо нас, это будет еще и за счет нас, это нас устраивает? Я не знаю, может, кого-то и устраивает, но нас, граждан республики Армении, мое государство, республику Армении, это точно не устраивает. Нас не устраивает, когда о нас говорят без нас. Для нас это главное мир, свободное, демократическое, суверенное, независимое государство, и кому это не нравится, опять-таки процитирую вашего Путина, терпи моя красавица. Все. А вот у нас несколько подписчиков и подписчики, судя по всему, из России, очень раздражены тем, что вы говорите, и пишут тут, что, давайте я дословно прочитаю, чтобы не получилось, что я что-то там не договариваю. Значит, категорически не согласен, пишет Мартин Гару Цюнян. Это правильно, что мы решаем. Кстати, Россия этому не мешает. Единственное условие, это не размещать американское и натовское оружие. Вот решил один так пошутить, и не думаю, что удала шутка, если кто-то думает, что Россия разрешит это сделать, независимо, как его зовут, и в Армении тоже. Он серьезно ошибается. Что вы ответите? Послушайте, во-первых, выключите телевизор ваш, это раз. Во-вторых, скачайте VPN, чтобы хотя бы смотреть то, что у вас считается незаконным. Я уже в том возрасте, что могу вспомнить мое детство, когда в Советском Союзе это было запрещено, но мы все равно через сильные радиоприемники слушали запрещенные голоса. И весь этот маразм советский, когда мы должны были слушать зарубежные голоса, чтобы понимать, что творится у нас в стране, потому что в стране была только одна газета правды. Ваш Путин вас привел вот в это первичное состояние. И Бога ради не учите нас уму-разуму. Мы сами научить можем кого хотите, как хотите. И все-таки опять-таки говорю, давайте не любить родину сидя на московском диване. Любить родину нужно на родине. Все. Вот и мой ответ уважаемому господину из России. надеюсь, кстати, удовлетворил этот ответ. Если нет, пожалуйста, задавайте вопросы, мы готовы будем отвечать. Рубен, в этой ситуации, конечно, я хочу сказать, что некоторые люди, например, продолжают говорить, что, например, в ситуации в Украине, когда я спрашиваю, как вы можете 20 дней быть безразличны, гибели стольких людей, невинных, потому что мы должны понимать, что мирные люди, которые ходят с детьми в школу, возят своих детей в детский сад, они вообще никакого отношения к политикам не имеют. Наши армяне продолжают 20 дней кричать, что Украина продала форсоверные бомбы Азербайджану. Этот фейк, кстати, отлично третьи страны засунули к нам в голову. Вы что думаете по этому поводу? Не могу без глубочайшего сожаления не констатировать, что у этой преступной войны, развязанной режимом Путина против соседней Украины, есть еще и армянское измерение. В чем оно заключается? В том, что Россия является первой страной в мире по численности армянской общины. Украина является четвертой страной в мире по численности армянской общины. И к моему величайшему сожалению получается так, что армянин стреляет в Армянина. Такое мы наши нация переживали например период Ирано-Ирабской войны. Кстати, очень много было погибших в этой войне. Но эта война имеет одно отличие. Если армянская община в Украине интегрированное в общество, свободное демократическое общество в Украине вместе с украинским народом отражает ничем не спровоцированную агрессию и защищает собственные дома и свои свободы. На противоположной стороне это либо заблудшие либо попринужденные. Есть, конечно, единичные моральные уроды, которые еще этим гордятся. то есть это нельзя ставить на одну и ту же моральную плюскость. Второе. Я думаю, лидеры армянской общины должны были вести соответствующую разъяснительную работу, чтобы армяне в России не стали быть мясом для путинской агрессии. взяли они это. Я не знаю. Но один ушлепок из известного канала постоянно тиражирует каких-то персон с армянскими шевронами, с изображением армянского флага, раскручивая это в своих роликах. И наши недоброжелатели это бросают в украинский паблик таких единичных уродов, слабоумных, терпил, армянскими чтобы создать впечатление, что армяне в составе путинской армии сделают кадыровцев два. И еще сами же через вот эти рты с армянскими фамилиями распространяют всякие фейки о том, что якобы Украина помогала оружием Азербайджану про фосфор. Да, вот есть эти фосфорные мозги, причем этот нарратив бросил один такой киношник, да, трэшмейкер тоже тусуется в рядах этих телемерзавцев российской пропаганды. Он бросил этот фейк и это все стало раскручиваться. Некоторые идиоты здесь тоже повелись на это. Тогда как мы увидели, как российская армия применяла фосфор в Украине буквально три дня назад. Это документально зафиксировано. Это тоже украинцы наверное передали Путину, чтобы он использовал против них самих. Судя по таким гениальным суждениям вот этих недостаточно умных и недостаточно порядочных людей. И нужно вестись на это. Я хочу отметить, что именно в нашей 44-дневной войне именно Союз Армян-Украины в Ереване основал штаб и оказывал централизованный сбор средств и помогал и всей Армении, всей армянской нации, которая противодействовала в этой войне против против режима централизованно. Люди из Киева из других городов приехали в Ереван и все 44-дня были здесь и организовывали весь этот сбор. Это я лично знаю, что они сделали. Это раз. Во-вторых, лидер Союза Армян-Украины просто прямо ответил некоторым россиянам с армянскими фамилиями, чтобы не совали нос в дела армянской общины Украины и лучше придержали своих вождей, развязавших эту войну и не распространяли фейки касательно Украины, касательно Армян-Украины, где и епархия Армянской апостольской церкви в лице главы епархии благословила всех армян-доброводцев, которые защищают свои дома там. Понимаете? Тогда как некоторые известные персоны как ползали на брюхе перед Путиным, который уже объявлен военным преступником решением Сената Соединенных Штатов, и он будет подсудимым в ближайшее время, я уверен. И вы еще пожалеете об этом. Ну вот, скажу, что Рубен Меграбян очень жестко настроен, каждый имеет право по-своему смотреть на эту ситуацию. Мартин Гаруцюнян просит вам передать, Рубен, если можно, я сменю тему немножко, передайте, пожалуйста, господину Меграбяну то, что я написал. А сейчас телевизор я не смотрю, господин Меграбян, как вы говорите. Я вас смотрю, если в фейсбуке сейчас, то есть у нас такая программка. Напомните господину Меграбяну, что я 23 года служил в армянской армии, 23 года служил на границах, и Армению люблю не меньше кого бы то ни было, чтобы он просто знал это. Ну вот и отлично. Я вас поздравляю. Хорошо. Мартин, спасибо большое. На самом деле жмем вам руку. Спасибо за службу и за любовь к Армении. Это бесспорно. Посоветую просто переехать просто обратно на родину, потому что там ничего хорошего не следит. Ситуация с Украиной, я скажу, что вчера мы видели очень странную акцию в детском, в школе Гюмри, когда детей выволокли на улицу и заставили их стоять буквой З. Я напомню, что дети, армянские дети Армении никак не могут быть равнодушными или тем более приветствовать страдания 40 миллионов людей в Украине и среди них огромное количество детей. Вчера я написал тоже пост, писали, что это русская школа, это граждане России. Что вы думаете об этом? Там учатся 90% там учатся дети не из гарнизона. И организаторы этой ублюдочной акции такие же ублюдки, то, что у них в голове. Я это говорю со всей серьезностью и со всей ответственностью. Этих организаторов нужно согнуть букву З. Именно за это пусть идут и у себя в стране становятся букву Z или букву U или в другую. Какую они захотят. Здесь вам не там. И ваши порядки здесь насаждать никто не позволит. Вот и все. Вот русская подписчица спрашивает, господин Рубен Меграбян, а вы забыли, как украинские нацисты кричали, что Карабах это Азербайджан. Вы забыли про это? Послушайте, там тоже есть заблудшие люди, которые не все представляют и не обязаны представлять. Сегодня они защищают свои дома. И этим все сказано. Причем дома, на которые нападает ваша страна. Уважаемая русская зрительница, ваша страна это делает. Причем тут кто что говорил. Многие говорили противоположное тоже. Да, такое тоже говорили. Ну и что? Это оправдывает те действия, которые совершают ваш Путин. Что за логика? И сейчас напомню, что на наши вопросы отвечает политический обозреватель, эксперт Армении Рубен Мерамян. Он живет в стране, где свобода слова, демократия. Он гражданин Армении. Соответственно, он свободен в своих выражениях. гражданин только Армении. Больше никакой другой. И мы с вами не обязаны с ним разделять это мнение. Мы можем соглашаться, не соглашаться. Пожалуйста, вот вопрос задает уже армянский нас подписчик, тоже господину Мерабяну. Почему тогда никто не судил американского президента, который повесил Саддама Хусейна? Пожалуйста. Я понимаю, что какие-то вопросы может быть не в течение, да? Я понимаю, спасибо, что озвучили этот вопрос. Американский президент не вешал Саддама Хусейна, Саддама Хусейна повесил Иракский суд. После его свержения, когда он сбежал, он был в розыске, его нашли, новые власти Ирака провели суд, и суд приговорил его к повешению. В Америке не вешают. Американский президент не может вешать. Американский президент не судья. Пора вещи просто отличать, да, кто кого вешает и за что. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время, когда будет суд над теми, кто эту войну развесал, там кое-кого еще повесят. И не обязательно за шею, но еще и за другое место тоже. И по делу. Друзья мои, наши беседы происходят в Ереване, здесь, соответственно, очень сильно переживают из-за всего, что происходит. Я, кстати говоря, искренне хочу сказать, что лично мои молитвы, чтобы никто не страдал, люди никакой либо национальности. И вот мы видим, какой огромный поток русских, например, приезжают в Армению, и мы их рады видеть. Это законопослушные люди, платежеспособные, они оплачивают свое жилье, свои рестораны, они устраиваются на работу. Если они уважают историю Армении и уважают законы Республики Армения, мы говорим добро пожаловать и белорусам, и украинцам, и русским, всем, кто за мир, за свет, потому что Ереван и вообще Армения это солнечный, гостеприимный народ, нация и страна. Вот, ну, мы видим, да, что у нас большая армянская диаспора, и армяне, например, России, они тоже не независимы. Да, я вот, кстати говоря, как-то уже говорил. И несвободный, потому что это несвободная страна, которая, кстати, сегодня была выставлена за дверь Совета Европы. В России приостановлено действие европейской хартии прав человека. европейской вот... Но говорят это для граждан России очень плохо, кстати, что если будет смертная казнь, никто не смеет пожаловаться. Есть такое? Слушай, ты еще ладно смертная казнь, это означает, что путинские вертухаи будут творить беспредел по всей России. И причем за это ничего не будет, и вам некуда будет жаловать. Да? Это раз. Во-вторых, он будет писать всякие идиотские законы, не заморачиваясь тем, насколько они соответствуют общепринятому понятию прав человека. Потому что он плевал на ваши права. И я просто пользуюсь случаем, хочу призвать армян вернуться на руки. Здесь вам всегда найдется во всяком случае, здесь никто вам мешать не будет, и здесь не будет тех бед, которые вам еще предстоят в этой стране, в которой вы сейчас пребываете. Ничего хорошего не будет. И очень долго еще ничего не будет. возвращения к миру до 24 февраля 2022 года больше не будет. Эта война сокрушила прежний миропорядок. Нового миропорядка нет. Но в пламени вот этой войны рождается завтрашний миропорядок. Этот завтрашний миропорядок будет без России, вопреки России и за счет России, в том числе и за счет вас, дорогие армяне. И что, что, но вы этого не заслужили, если вы так считаете. Если вы так считаете, что вы не заслужили, переезжайте на родину и не слушайте всяких этих клоунов, слабоумных, возомнивших себя там, не знаю, вершителями судеб, переезжайте просто на родину. Хотя бы рад своим видом. Ну, я просто не договорил по поводу армян России, которые не могут быть независимыми, и есть еще такая категория армян России, которая живет по правилу вортех гац эндэх гац. А еще есть третья категория паразитов. Это некоторые главы общин, некоторые криминальные авторитеты, некоторые священники, некоторые отдельные преступники, такие авторитеты. Есть такая категория шакалов, которая совершила немало преступлений на территории Российской Федерации. Там же она за деньги освобождает себя от уголовной ответственности. И, естественно, она живет по этой логике. Потому что... Да, это продукты пультийской системы. И эти мрази на самом деле плевать хотели и на Армению, и на армянский народ. Их интересуют только их интересы в России. Армянский народ им отвечает полной взаимностью. Я просто не хочу конкретизировать, но скажу, что есть еще и... Да и не нужно. Рубен, я не боюсь сказать, что многие армяне, особенно на юге России, там очень много криминала всякого, в Ростове, Пятигорске. Многие из них, кто кого-то могут убить ножом или пырнуть, и в том числе люди нашей национальности, как правило, их папочки за большие суммы освобождают своих сыновей от этих преступлений. И смешно слышать из уст вот такого папочки, который своего сына освободил от уголовного преступления, зная, что сын убийца. Когда он сидит и дает оценку властям Армении, что правильно, а что неправильно. То есть для такого армянского мужика правильно, что его сын убил первого, второго человека, он освободил его за деньги. Он для себя позволяет правильно комментировать правильность наших поступков. В Украине уже это стало мемом, да, куда послали русский корабль. Я не буду повторять, потому что это не эфирное выражение. Таких лиц просто нужно направлять по адресу того же русского корабля, куда его направили. Вот и все. Армения вылечили, что это не ваша страна. стало быть, не в вашу страну несуйте свой нос. Вот и все. И это не ваше дело. Что будет делать не ваша страна? Займитесь вашей, если можете. кстати говоря, здесь ничего удивительного, от нас же требуют соблюдать законы Грузии, когда мы находимся в Грузии, соблюдать законы России, когда мы в России. Правильно? От нас же требуют в Египте соблюдать законы Египта. Поэтому вы не говорите ничего нового или экстраординарного, что это. Вы говорите абсолютно традиционные и правильные вещи. остальным гражданам Республики Армения просто посоветую, что не обращать внимания на то, что думает там, не знаю, какой-то мужик, сидя на каком-то диване там в тысячах километров от Армении, что он думает о нас. Пошел он к черту со своими думами. Нам не интересно, что они думают, как и им неинтересны мы. Правильно? Правильно. И вот и все. Ну, главное, мы никого не обижаем, друзья, ни в коем случае. я говорю, как это все работает. Я объясняю, как это все работает. Речь Рубен имеет в виду циничных людей, которые действительно превратились в овощ и считают, что достаточно, чтобы жена приготовила дулно, а он купил армянский коньяк, чтобы считаться армянином. Послушайте, Господь Бог дал в качестве органа мышления головной мозг и покрыл его для защиты черепа. Но мы видим людей, у которых орган мышления толстый кишечник. Понимаете? Извините, я вам ничем помочь не могу. сегодня мы соответственно наблюдаем за очень большими изменениями в мире. Он становится, во всем, на самом деле, давно был жестокий и циничный, но последние 20-30 лет в связи с увеличением населения и с на самом деле большим количеством экономических проблем. Мы видим и девальвации национальных валют, мы видим и гонку вооружений. Вот какой ваш прогноз? Действительно мы уходим все больше и больше в жестокость, цинизм, эгоизм. Если да, то какая должна быть роль у христианской Армении и у демократической Армении? Может быть, она тоже должна идти в ногу со временем, со всеми дипломатами, в том числе с турецкими, чтобы найти язык? Может быть, нам тоже нужно становиться более изощренными, тонкими, как на шахматной доске? Может быть, почему? Вот мы же говорим, иногда надо брать пример из Турции, как бы. Я слышал таких экспертов. Вы согласны с этим, что в чем-то, в той же дипломатии можно с них брать пример? Раз у них так хорошо получается, может быть, не все так плохо? Послушайте, конечно, не умно лбом забивать гвозди, да, потому что, во-первых, не забьешь, а во-вторых, расшибешь себе лоб. Это понятно. Конечно, спасибо за вопрос. Мы переживаем, как уже я сказал, крушение прежнего мира порядка. Такой мы в последний раз, настолько масштабно, мир это все видел в 1939-1941 годах. Мир получил войну вследствие своих ошибок, чудовищных ошибок. И этой войной искупил свои ошибки, уничтожив абсолютное зло. Сейчас мы переживаем тоже крушение вот этого миропорядка, который сложился в результате событий 1945 года, 1975 года, да, вот этот хессинский процесс, и 1991 года. Распада империи зла. Этот обрубок империи зла, который сейчас остался, решил возродить этот салог, бросил идею союзного государства, за которое выступают всякие российские прокси, в том числе и денежные мишки здесь, в Армении, да, причем включив дурочку абсолютно. Один там говорит о неизбежности, другой говорит о примере Татарстана, да, причем так и не выражение в лицах, вызывает только жалость, презрение и омерзение, да, и умножая самого себя на ноль. Что должна делать Армения? Армения не по телевизору знает, что такое война. Армения 30 лет в этой войне, 30 лет в войне, бенефициаром которого является Россия. Мы недавно пережили войну, да, застрельщиком которого явилась Россия. Войну, под конец которой Россия пришла как мародер. Да? Россия, которая является чемпионом по вооружению Азербайджана. Россия, которая и сейчас вот развязала эту войну и влипла по уши, да, потому что ее лидер, как говорил американский такой сильный колумнист Вашингтон-Пост Томас Фридман, этот парень тупой и злобный и это очень плохая комбинация. Да? И вот этот тупой и злобный парень верк Россию на долгие годы в такой ад, который пока еще не виден, пока еще все это горячо не чувствуется. Армения уже это политический курс такой, это за решение всех спорных вопросов мирными способами, дипломатическими и она там уже призывает Россию. Этим обусловлено наше голосование в Совете по правам человека на Генеральной Ассамблее ООН. Армения так и будет голосовать дальше. Армения не будет поддерживать Россию в этой преступной войне. И пусть не надеются, хотя нас хотят замазать этой грязью, этой кровью, эти всякие пеговые, всякие Симоньян Марго и Ижеснею и прочие целеподонки. Армения не будет делать этого. Армения не будет брать на себя то, что не прямо, не косвенно то, что приведет ее к тем же санкциям. На которые это исторически беспрецедентные санкции, которые наложены на Россию. Это санкции, направленные на системное уничтожение путинского режима. Этот колхозный фюрер Беларуси вверг свою страну, впряг свою страну в эту преступную войну и получает все эти же санкции по полной. Он повел себя точно так же, как мародер, как во время гитлеровской агрессии повели его эти более мелкие сателлиты, типа Дуче. Он вот Дуче рядом с Путиным и его судьба будет такой же, как и у Дуче. Всему свое время. А на сегодняшний день мы видим, как украинская армия сорвала в начале Блицкриг, а сейчас день за днем, час за часом перемалывает эту преступную военную машину. И Украине помогает весь цивилизованный мир. Весь чем может. Путин получил народную войну. Путин воюет не только с украинской государственностью, но и народом Украины, многонациональным, поликонфессиональным народом Украины. Такую нацию невозможно победить. Просто. Просто невозможно. И на поле боя ситуация прояснится не как во вторую мировую войну в течение шести лет, а гораздо скорее. не дай бог, конечно, чтобы так долго длилось. На данный момент неизвестным является только одно. Какую цену еще предстоит заплатить нации Украины за свою неизбежную победу над абсолютным злом и всему миру тоже. Конечно, в мире уже видны кризисные явления, но мир этот кризис преодолеет. Я уверен в этом. Россию выпиливают из мировой экономики, Армения не может с этим не считаться. Армения должна диверсифицировать все свои политики и внешнюю политику, политику безопасности, политику внешнеэкономичности, политическую оборонную политику. Армения не может выполнить или считать себя обязанной выполнять свои обязательства по этим путинским союзам. Почему? Потому что государство Путина, армия Путина экономика Путина, корпорации Путина, финансы Путина, спорт Путина, культура Путина, даже кошки Путина объявлены вне закона. И такое же отношение к путинским союзам. как этот так называемый ОДКБ, так и этот так называемый Евразийский экономический союз, где нет ни Европы, ни Азии, ни экономики, ни союза. А в Армении нет и границы со всеми этим. Придет время, и очень скоро, когда Армения сама должна устанавливать свои таможенные тарифы. Такие, которые устроят ее и будут исходить из ее текущих интересов. Тогда, как мы видим, сейчас Лукашенко и Путин решают свои вопросы. А те страны, которые отказывают их поддержать, допустим, Казахстан или Киргизия, Армения тоже нам решать свои вопросы. Уже не говорю. Нужно гармонизировать отношения с соседями. Нужно дать рестарт отношениям с Западом, причем по полной повестке проблем безопасности, которые, да, нужно решить. И соседями в том числе. Мы понимаем, что то, что происходит с Россией, это только начало, то ли еще будет, и то, что произойдет, это надвое. Россия дважды рушилась за последние сто лет и дважды нам на голову. И становиться на те же любимые грабли армянская нация не только не обязана, да, но и обязана этого не делать. хватит, да, ну, собственно, то, что предстоит за армян. И, конечно, обязанность обнынии постоянно призывать своих соотечественников, проживающих в России, покинуть этот этот будущий беспорядок, так я мягко скажу, да, и вернуться на Родину. Вернуться на Родину. Вот. Пользуясь или злоупотребив этой возможностью из вашего эфира и с твоего позволения я тоже вот с этим призывом обращусь к вашей аудитории и их попрошу передать и другим, те, кто нас не смотрит. Но чем раньше, тем лучше. Завтра может все закрыться. Мы подходим к концу нашей беседы, господин Миробян. Последний вопрос для меня будет самым главным. Вот смотрите, почему я спрашиваю про Турцию, да, потому что Турция почти 80 миллионов человек, это одна из сегодня по сути стран, которая может похвастаться потрясающей армией, ее армия входит в пятерку лучших армий сегодня мира, хотим мы того или нет, да. Вообще, я предлагаю без эмоций просто воспринимать факты, как они есть, потому что нам нужно быть прагматичными и вообще не краткосрочно мыслить, а долгосрочно. Мы мыслили краткосрочно, что вот докатились до такого количества жертв и хронических проблем. Вот многим очень тяжело понять, да, что несмотря на всю боль, страдания, которые мы пережили в результате вот и первой и второй Карабахской войны, и бомбежек в Сипанакерте, и многих других проблем, вот многим тяжело понять, да, что даже после таких страданий и кошмаров, да, нужно в какой-то момент переступить через это зло, чтобы что-то начать заново, да, как в том же случае как бы с Германией, в том же случае с Израилем, да, который такое пережил Холокост, вот, и в отношении, кстати говоря, Израиля с Египтом, новая страница. Вот каким вы видите будущее отношения Армении с Азербайджаном и Турцией? Вот хотелось бы, скажем, да, потому что вы не можете за Алиева говорить или за Эрдогана. Это, конечно, я все-таки считаю, что такому историческому примирению способны идти демократические общества, если по большому счету. Но есть много, скажем так, промежуточных состояний, да, когда можно отношения направить в управляемое предсказуемое оружие. И во всяком случае научиться напрямую говорить. Напрямую. Это очень важно. Да, Армения должна напрямую говорить с Азербайджаном. И первой темой в этом разговоре должно быть следующее, что мы должны обоюдно согласиться в том, что не нужно становиться инструментом в руках какого-то третьего актора друг против другого. потому что после того, как ты дал себя использовать, после этого тебя выброшат. И это обоюдно ущербно. Если мы договоримся об этом, мы договоримся о том, что не делать, и мы начнем с этого, то а что делать, да, насчет этого, мы договоримся намного легче. В принципе, то же самое с Турцией. С Турцией, конечно, по-другому, потому что Турция это большая страна, не беспроблемная страна, мягко говоря, когда мы видим, каково там экономическое состояние, каково там состояние умов, Турция идет к очень важным выборам, очень важным выборам, которые предопределят ее дальнейшую историю на по меньшей мере на два десятилетия вперед. и там нельзя сказать, что все довольны, все рады. Там мы знаем, какие проблемы с правами человека, мы знаем, какие проблемы с соседями. они начали с того, что идем в состоянии ноль проблем с соседями, получили ноль соседей без проблем. То есть получилось совсем наоборот. Мы видим, что с экономикой перспективы так не особо. Они удались испортить отношения с ключевыми своими союзниками. Сейчас Турция тем не менее проявляет понимание того, что этим отношениям нужно дать рестарт. Потому что без гармонизации или ре-гармонизации отношений со своими ключевыми союзниками, коими являются Соединенные Штаты и Европейский Союз, выхода из нынешней экономической ситуации просто невозможны. Ну и в этом отношении Турция также осуществляет рестарт своих отношений с соседями. И в этом ключе нужно рассматривать этот процесс между Арменией и Турцией. Поэтому когда в контексте нынешнего процесса говорят о тех протоколах, которые потерпели траву, сейчас совершенно иная ситуация. Сейчас другая ситуация. И сейчас, конечно, шансов намного больше. Это еще и экзамен на политическую зрелость Армении и армянского общества. На государственное мышление. на преодоление такого этно-общинного мышления. И его трансформации именно в государственное мышление. Понятно, мы 700 лет не имели государственности. на территории армянского Нагоря тысячи лет. Почти тысячи после падения Али. И эти навыки государственного мышления не из чего было нарабатывать. да, сейчас нашему поколению, твоему поколению, да, ты поможешь, поколению наших детей, да, но это все сформировать заново. Да, мы древняя нация, но мы очень молодое государство. Молодое, но зрелое государство. я уверен, что зрелое и мы этот экзамен перед историей сдадим. Сдадим достойно и займем свое достойное место в мировом сообществе свободных, демократических, цивилизованных странах и отвергнем всех этих деспотов, этих моральных уродов во власти или тех, которые нас хотят поставить под такую вот власть. Не дождетесь. Руки с рогами обломаем. Это я вам обещаю. Это был Рубен Мерабян. Он сегодня был достаточно категоричен, жесткие оценки давал, но он имеет полное право, еще раз напомню, он имеет право как гражданин Армении у себя в стране, где есть свободу слова, высказываться так, как ему хочется. Мы же в роли журналистов, которые задаем вопросы разным людям в разных странах. В любом случае, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня высказались. Я считаю, что многоцветие мнений позволяет каждому человеку лучше понять, что происходит в умах армян, живущих в разных странах мира и в первую очередь в Армении, как вас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...